Решение уравнений, содержащих переменную под знаком модуля. Сегодня на уроке мы повторим основные методы решения уравнений, содержащих переменную под знаком модуля. А также научимся решать различные уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Давайте, ребята, вспомним, что модуль или абсолютная величина числа обозначается таким символом. Абсолютная величина а, или модуль а, будет равен а при а больше нуля. Будет равен нулю при а, равном нулю. И будет равен минус а при а меньше нуля. Аналогично мы имеем для функции. А именно, модуль f от x будет равен f от x при всех x, для которых f от x будет больше нуля. Будет равным нулю при всех x, при которых f от x будет равно нулю. И равным минус f от x при всех x, для которых f от x будет меньше нуля. Например, рассмотрим следующий пример Модуль х-4 будет равен х-4 при х больше 4 Будет равен 0 при х равном 4 И будет равным 4-х при х меньше 4 Вспомним алгоритм Первое. Выражение, содержащее под знаком модуля, приравниваем к нулю и решаем данное уравнение Второе. Используя найденные корни, разбиваем числовую ось на промежутки Третье. Исходное уравнение решаем для каждого промежутка по отдельности Причем знак абсолютной величины опускаем на основе определения модуля Или абсолютной величины Четвертое. Проверяем принадлежность решения к рассматриваемому промежутку И последнее. Пятое. Найденные решения уравнений будут корнями исходного уравнения Решим следующее уравнение. Модуль 2х-3 равное 2 По определению абсолютной величины мы получаем следующее уравнение 2х-3 равное 2 и 2х-3 равное минус 2 Решая данное уравнение, мы получаем, что х будет равно 2,5 и х равно 0,5 Запишем ответ. 0,5 и 2,5 будет являться решением данного уравнения Решим следующее уравнение. Модуль 6х квадрат минус 5х равно 1 Решение. Аналогично используя определение абсолютной величины Мы получаем следующее уравнение. 6х квадрат минус 5х равно 1 И 6х квадрат минус 5х равно минус 1 Перенесем единицу в левую часть с противоположным знаком И мы получаем следующее квадратное уравнение. 6х квадрат минус 5х минус 1 равно 0 Аналогично минус 1 перенесем в левую часть со знаком плюс И мы получаем следующее уравнение. 6х квадрат минус 5х плюс 1 равное 0 Выпишем отдельно данное уравнение и решим. 6х квадрат минус 5х минус 1 равно 0 Перед нами квадратное уравнение. Найдем дискриминант квадратного уравнения По формуле b квадрат минус 4ac Подставляем числовые данные. Мы получаем минус 5 в квадрате Минус 4 умножить на 6 умножить на минус 1 равно 49 Дискриминант больше 0 мы имеем 2 корня Находим первый корень х1 по формуле минус b минус корень квадратный из дискриминанта Деленное на 2а Подставляем числовые данные. Получаем в числителе 5 минус 7 в знаменателе 2 умножить на 6 И получаем минус 2 двенадцатых Или сокращая числитель и знаменатель на 2 Мы получаем минус 1 шестая Находим второй корень х равно в числителе 5 плюс 7 в знаменателе 2 умножить на 6 И получаем в итоге второй корень у нас равен единице Выписываем второе уравнение и решаем его 6х квадрат минус 5х плюс 1 равно 0 Перед нами квадратное уравнение Находим дискриминант данного уравнения Минус 5 во второй степени минус 4 умножить на 6 умножить на 1 Мы получаем дискриминант равный единице Единица больше 0 Мы имеем 2 корня Находим первый корень в числителе 5 минус 1 1 в знаменателе 2 умножить на 6 В числителе мы получаем 5 минус 1 4 в знаменателе 12 4 двенадцатых мы можем сократить на 4 И получаем 1 третья Находим второй корень в числителе 5 плюс 1 в знаменателе 2 умножить на 6 Получаем в числителе 6 в знаменателе 12 Сокращаем числитель и знаменателе на 6 Получаем 1 вторая Запишем ответ Х равно 1 Х равно минус 1 шестой Х равно 1 третьей И Х равно 1 второй Решим следующее уравнение Модуль 2х квадрат минус 1 равно х Х больше либо равно 0 То есть модуль любого числа есть число неотрицательное Возведем обе части нашего уравнения в квадрат И мы получили следующее Х больше либо равно 0 И 2х квадрат минус 1 возводим Квадрат равно х квадрат Первое неравенство х больше либо равно 0 мы перепишем Во втором мы с вами имеем Что 2х квадрат минус 1 будет равно х И 2х квадрат минус 1 будет равен минус х Решая данные уравнения Мы с вами получаем следующее Что х равно 1 Х равно минус 1 второй Х равно минус 1 И Х равно 1 второй Запишем ответ Что х равно 1 И х равно 0,5 Потому что х у нас должно быть больше либо равно 0 Поэтому корни минус 1 вторая И минус 1 Будут являться посторонними корнями Запишем ответ 1 вторая и 1 Решим следующее уравнение Модуль х плюс 2 Плюс 2 умножить на х минус 1 Минус модуль х плюс 1 Равно 3 Решим следующее уравнение То есть х плюс 2 равно 0 Х минус 1 равно 0 И х плюс 1 равно 0 И мы получаем следующие корни Минус 2, 1 и минус 1 Отметим данные корни на числовой прямой И мы получим с вами 4 промежутка То есть от минус бесконечности до минус 2 От минус 2 до минус 1 Включая данные точки От минус 1 до 1 Включая данные точки И от 1 до плюс бесконечности Включая единицу Рассмотрим решение данного исходного уравнения На каждом из данных промежутков Первый промежуток от минус бесконечности до минус 2 Применяя определение абсолютной величины Мы имеем, что модуль х плюс 2 Будет равен минус и в скобочках х плюс 2 Х модуль х минус 1 Будет равен минус и в скобочках разность х и 1 Модуль х плюс 1 будет равен минус и в скобочках сумма х и 1 Тогда исходное уравнение имеет следующий вид То есть мы получаем равносильное уравнение Раскрываем скобки Мы знаем, если перед скобкой стоит знак минус Мы должны все знаки поменять в скобках на противоположные Переведем подобные и решим данное уравнение И мы получаем корень х равное минус 1 Затем мы смотрим, принадлежит ли данная точка нашему промежутку От минус бесконечности до минус 2 Мы с вами видим, что минус 1 не лежит на данном промежутке Поэтому мы можем сделать следующий вывод Что на данном промежутке у нас решения нет Рассмотрим следующий промежуток От минус 2 до минус 1, включая минус 2 По определению абсолютной величины мы с вами имеем Модуль х плюс 2 будет равен х плюс 2 Модуль х минус 1 равен минус в скобочках разность х и 1 Модуль х плюс 1 будет равен минус и в скобочках х плюс 1 Подставим в исходное уравнение И мы получаем следующее равносильное уравнение Х плюс 2 минус 2 умножить на х минус 1 плюс х плюс 1 равно 3 Раскрываем скобки, приводим подобные И мы получаем, что 5 в левой части равно 3 Но мы с вами знаем, что 5 не равно 3 Поэтому у нас решения нет То есть пустое множество Таким образом, на промежутке от минус 2 до минус 1 Включая минус 2 данное исходное уравнение не имеет решения Рассмотрим третий интервал От минус 1 до 1, включая минус 1 По определению абсолютной величины мы имеем следующее Модуль х плюс 2 равен х плюс 2 Модуль х минус 1 равен минус и в скобочках х минус 1 Дальше модуль х плюс 1 равен х плюс 1 Подставляем в исходное уравнение И мы получаем следующее равносильное уравнение х плюс 2 минус 2 умножаем на х минус 1 Минус в скобочках х плюс 1 равно 3 Раскрыв скобки, приведя подобные Мы получаем корень х трети равное нулю Нам надо выяснить, принадлежит ли данная точка нашему промежутку От минус 1 до 1, включая минус 1 Мы можем сделать следующий вывод Что на данном промежутке х равное нулю Будет являться единственным решением Рассмотрим следующий четвертый интервал От единицы до плюс бесконечности, включая единицу По определению абсолютной величины мы имеем Модуль х плюс 2 будет равен х плюс 2 Модуль х минус 1 будет равен х минус 1 И модуль х плюс 1 будет равен х плюс 1 Подставим бесходное уравнение Мы получаем следующее равносильное уравнение Их плюс 2 плюс 2 умножить на х минус 1 Минус в скобочках х плюс 1 равно 3 Раскрываем скобки, приводим подобные И мы находим, что корнем данного уравнения будет 2 Но мы должны выяснить, принадлежит ли данное число 2 данному промежутку Мы видим, что на промежутке от 1 до плюс бесконечности Точка 2 принадлежит данному промежутку Следовательно, мы можем сделать следующий вывод Что на данном промежутке от 1 до плюс бесконечности Включая единицу, х равное 2 является единственным решением Таким образом, исходное уравнение будет иметь два решения Х равно 0 и х равно 2 Запишите ответ Итог урока Сегодня на уроке мы повторили основные методы решения уравнений Содержащих переменную под знаком модуля А также мы научились решать различные уравнения Содержащие переменную под знаком модуля На этом наш урок подошел к концу До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok